Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас предмет изучения финансовый учет и отчетность на железнодорожном транспорте на тему учет кассы и кассовых операций. Классификация денежных расчетов ведется следующим образом. У нас существуют расчеты как безналичные, так и расчеты наличными. Безналичные расчеты отражаются на счетах в банках, где у нас ведется зачисление на расчетный счет и списание с расчетного счета. Расчеты наличными ведется в кассе предприятия, куда деньги приходуются или же выдаются. Если в кассе предприятия есть наличные деньги, которые должны в конце отчетного дня сдаваться на расчетный счет, то тогда касса должна переводить путем объявления о взносе денег наличными через инкассаторов на свой расчетный счет в банке. Расчеты наличными организации могут проводить с работниками для выплату заработной платы, работающим работникам пенсионеров, пенсии, отпускные, больничные листы, использовать наличные деньги на оплату хозяйственных расходов, командировочных и других. Для этого они должны иметь кассу и ввести кассовую книгу. Расчеты наличными с юридическими лицами можно проводить в пределах установленного лимита обслуживающего банка. Расчеты наличными с юридическими и физическими лицами, в том числе с применением платежных карт, связанные с продажей работ и услуг, производятся с применением контрольно-кассовой техники, а в некоторых случаях с применением бланков установленной формы. Лимит остатка кассы устанавливается по заявлению предприятия и обслуживающим его банком. На следующей схеме приведена в левом углу касса организации, где ведется первичные документы. Это кассовая книга, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, кому выдаются денежные средства, от кого поступают денежные средства, кто их оплачивает и какие ведутся первичные документы. Денежные средства организации они хранятся на расчетном счете, на валютном счете, на специальном счете. Касса организации выдает наличные денежные средства и хранит денежные документы, такие как почтовые марки, оплаченные билеты, проездные карточки для городского транспорта. Существуют также переводы в пути. Это денежные средства, внесенные в кассу банка для зачисления на счет предприятия, оплаченные по платежной карте и другим, но еще не зачисленные на расчетный счет. Учет операции по банковским счетам ведется на основании первичных учетных документов, такое как выписка банка из лицевого счета с применением расчетных документов с отметкой банка об исполнении. Контроль по операциям ведется на основании первичных документов, на каждый день соблюдая тождество сальдо счета по выписке банка и на счетах бухгалтерского учета. Документы на выдачу из кассы денежных средств является расходный кассовый ордер, а также платежная ведомость, на которой оформляется расходный кассовый ордер. Документ на внесение денежных средств кассу является приходный кассовый ордер. Кассовые документы подписываются главным бухгалтером и регистрируются в журнале приходных и расходных кассовых документов. Все операции по кассе за день регистрируются кассиром в кассовой книге. Учет операций по кассе ведется на основании отчета кассира с приложением документов дня имеется в виду расходных и приходных кассовых ордеров. Сальдо по счету касса выводится ежедневно и не должно быть выше установленного обслуживающим банком лимита остатка кассы. На следующем слайде приведены образцы приходного кассового ордера формы КО-1. Как вы видите, к нему к линии отреза приложена квитанция приходному кассовому ордеру. Квитанция выдается тому, кто вносит денежные средства, а сам приходный кассовый ордер является первичным документом для учета кассовых операций. На следующем слайде приведен образец расходного кассового ордера формы КО-1. Он тоже является первичным документом для введения кассовых операций. Счет касса в 21 стандарте Национального стандарта бухгалтерского учета является активным счетом, где отражается группировка данных о наличии и движении наличных денежных средств и денежных документов в кассе. К ней могут быть открыты в зависимости от надобности такие субсчета, как касса организации, операционная касса и денежные документы. По 9 счета касса отражается сальдо, то есть остаток на начало дня при кассовых операциях. Дебетовые обороты отражают поступление денежных средств в кассу, по кредиту отражается расход денежных средств по кассе. Дебет счета 67,00 расчеты с персоналом по оплате труда и кредит счета 50,10 отражает выдача денежных средств работнику предприятия. Дебет счета 42,00 расчеты с подотчетными лицами и кредит 50,10 отражается выдача наличных денежных средств подотчетному лицу на командировочные расходы и на хозяйственные расходы. Дебет счета 47,00 расчеты с персоналом по прочим операциям и кредит счета 50,10 отражается выдача излишне удержанных сумм с работника по материальной ответственности и по удержаниям за спецодежду или за товары проданные в кредит. Дебет счета 51,10 и кредит счета 50,10 касса отражается возврат денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия. Дебет счета 57,10 переводы в пути и кредит счета 50,10 касса отражается перевод денежных средств из кассы на расчетный счет путем инкассации. При инвентаризации если обнаружены недостача денежных средств в кассе дается следующая проводка 9,59,10 недостача и потери от порчи ценностей кредит 50,10 затем при обнаружении виновного лица либо они удерживаются из заработной платы либо вносятся на расчетный счет предприятия. По кредиту счета 50,10 отражается приход денежных средств. 9,50,10 кредит 51,10 отражается поступление денежных средств в кассу с расчетного счета первичным документом которого является денежный чек. Прежде чем получить в кассу предприятие предприятие обязано путем денежного чека заказать ту наличность которая требуется предприятию. Дебит счета 50,10 кредит счета 42,00 отражается возврат денежных средств излишне выданных денежных средств подотчетному лицу. Подотчетное лицо обязано при возврате из командировки сдать авансовый отчет и сделать подсчет денежных средств которые ему выданы и с приложением первичных документов которые он расходовал. Излишние денежные средства возвращаются в кассу предприятия. То же самое если работник получил подотчет сумму на хозяйственные цели. При неизрасходовании полной суммы он обязан тоже вернуть денежные средства в кассу. Следующая операция 9,50,10 кредит 47,00 расчеты с персоналом по прочим операциям. Это если работник нанес какой-то материальный урон предприятию и эту сумму он должен внести в кассу предприятия. Если при инвентаризации обнаружены излишние денежные средства они являются доходом предприятия и отражаются проводкой 9,50,10 кредит 93,90 касса это такое обособленное место где договор на кассовые операции с кассиром составляет сам руководитель предприятия где он должен ознакомить руководить кассира с правилами ведения кассовых операций и подписать договор о полной материальной ответственности. Если по иной или какой-то причине работник кассы не вышел на работу он должен оповестить об этом главного бухгалтера и по его отсутствии назначается новый кассир. Кассиром назначается тот человек который не имеет права подписи на кассовых документах. При этом с ним составляется договор на временную замену кассира. Новый кассир подписывает договор с того дня с которым он составил договор о ведении кассовых операций. Договор составляется путем проведения инвентаризации где присутствует главный бухгалтер и кассир и еще третье лицо например работник бухгалтерии. И когда если наносится какой-то урон или недостача денежных средств заменяющий бухгалтер несет ответственность только на те дни с которым был составлен договор. Спасибо вам за внимание. Лекция окончена. Если есть у вас какие вопросы можете позвонить на электронную почту или на мой рабочий домашний телефон. Спасибо за внимание. Спасибо.